Привет, зритель! Сейчас будет мой уход на апрель. Как бы у меня есть вот такая шуха. У меня вообще их две, но одна была уже в пустых баночках, и у неё что-то оставалось, и мне было так интересно, что там вообще осталось или нет. Я залила туда фильтрованной воды, потрясла, но отстоялась, и там что-то осталось, и я этим вот протираю лицо. Буквально сейчас вот протёрла перед тем, как писать ролик, садиться. В общем, это у меня туник для лица. Он у меня на... Его хватит, наверное, ещё и на апрель. А если вдруг не хватит, то вот у меня есть алоэ гель для лица. И, возможно, он закончится в апреле, и то, что там останется, я опять сделаю из него тоник. Короче говоря, вот тоник для лица, если закончится, а вот это ещё не закончится. Ну, я что-нибудь придумаю, какой-нибудь там отвар травы сделаю. И вот у меня тоник ещё очередной. В общем, тоник. Алоэный тоник из алоэ геля Полли. Полноценный алоэ гель Полли. Ну, как бы он не полноценный, в плане, что не полный флакончик, но тут ещё есть, приличненько. И вот он у меня будет в апреле юзаться, сейчас март. Он у меня тоже юзается в марте. Сейчас у нас вообще 30-е марта. У меня тут кремик для рук. Эйван Кэ, увлажнение, лавандовый сны крем для рук для всех, типа в коже 75 мл. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Я им периодически пользуюсь. Он как бы ночной, но он у меня круглосуточный. Кстати, надо бы помазать лапы. Я вообще по большей части пользуюсь сейчас алоэм, потому что у меня есть кошка, которая меня царапает. И безопаснее увлажнять руки алоэм. Но когда все вот эти царапки заживают, то уже можно пользоваться кремом. Хороший, кстати, кремик. Вкусно пахнет. Так. К сожалению, у меня не получилось в этом месяце марта сделать себе пену для ванн. Потому что в начале марта у меня были технические причины моего организма. В конце марта у меня случились все те же технические причины. А между этими причинами я пока собиралась сделать эту ванну. Все откладывала, откладывала. И вот как-то не случилось, но в апреле, я надеюсь, я ее поюзаю, эту ванну. В смысле, пену с ванной. Это Эйвана, зеленая яблоко, пена для ванн. Мне очень нравятся вот такие пены Эйвана. Это тоже подарок от подпишечки Лелечки. Очень такой к тему. Вот. Хорошая такая пена. Я один раз ее заюзала. Так давно не делала пены для ванн. У меня как раз вода нормальная случилась. Что я аж сразу три полосочки фигакнула. Сколько это там до хрена колпачков. В общем, пена у меня была вау. Дофига. Я 20 минут лежала в этой пене в ванной. И ждала, когда же ты опадешь пеной. А она все никак не уходила. Крем для лица. Ночной и дневной. И фраше. Пюр камиль. Два в одном. Я иногда его пользую. И вот он у меня переходит на апрель. Я постараюсь им пользоваться хотя бы. Ну, не каждый день у меня. Вряд ли получится. Я стабильно забываю. И даже не два раза в день. Тем более стабильно забываю. Ну, хотя бы 3-4 раза в неделю. Или утром, или вечером. Теперь хрен его как закрыть. Не хочет он закрываться. Он, наверное, обиделся на меня. Что я его давно не юзала. И поэтому он не закрывается правильно, нормально. О, закрылся. Так, у меня молочко. Для снятия макияжа, бальзамов, блесков, этих всяких помад с губ. Гринмама, формула Дайги, сливки косметические. Но я их молочко назвала. Ну, кореньца. Для снятия макияжа череда и корень одуванчика. Он не ароматизирован на 170 миллилитров. Очень дофига надолго хватит. Экономичные, хорошие. Хотелось бы сказать вкусные. Потому что, когда я их только открываю, чтобы на ватный диск накапать немного и протереть фейс, так прискакивает моя кошка, которой очень нравится запах и вкус. И если что-нибудь там осталось на этом ватном диске, то она обязательно вырежет. Я иногда чисто так, приколы ради капы, капельку на стол, и она эту капельку вылизывает. Что не так с этой кошкой? Или что в этом такого? Что вот, ну, как-то, не знаю. У меня крем для ног, который на март был заявлен, ушел в пустые баночки, но в марте их очень мало. Я решила делать либо март-апрель пустые баночки, либо уже вот в конце мая там все пустые баночки весны, смотря как там накопятся. Поэтому у меня вот люлечкин подарочек она давно мне дарила. Та самая, которая вот пену тут, крем для рук дарила. Это фудворк, улажняющий ночной крем для ног с отрактом лаванды 150 мл. Я им что-то пользовалась-пользовалась, а потом он упал в запасики. Я тут прислушалась к комментариям человеку, к одному комменту человека. Я не знаю, тот я цвет выбрала или нет. Ну, короче, теплый цвет включила на кольцевой лампе. Но этот теплый цвет у меня как-то не улавливает как надо эту фиолетовую хренотень. Короче, вот тут вот крем для ног вкусно пахнущий, эйвановский. Где-то так, ну, чуть меньше половины баночки. Может быть, я его юзаю. Он вообще как бы ночной считается, но я его помню одно время пользовала после душа в любое время дня и ночи. Может, он у меня закончится и будет в пустых баночках апреля. А может быть, не будет. Ну, в смысле, будет в пустых баночках, может не будет, может будет в пустых баночках весны, как-то так. У меня тут самопальные алоэ вера. Кстати, тоже была штучка от лёлечки. Тут был очень вкусный бальзамчик для губ с алоэ вера от лёлечки. Но теперь тут не менее вкусный бальзамчик для губ имени меня. и бальзамчик для ногтей. У меня тут ноготочки что-то болели, как-то. Я всё налегала на китайскую порошковую матьёну, в смысле зелёный порошковый чай, китайский, с молоком. И забыла совершенно про короб. И так как я короб давно не пила, то ноготочки сказали, хотим короба и будем ломаться, пока короб не будешь пить. Ну, в общем, они не то, чтобы так ломались, но у меня было такое, что я что-нибудь такое беру. У меня длинный такой ноготочек, я его вовремя не обстригла. Он цепляется, и в итоге вот обламывается, и не очень ровно. И иногда ножиком что-то режу. И раз по пальцу попала, по ногтю. А иногда они просто вот как-то сами ломались. Не слоились, но ломались. И вот оно мне будет удобрять ноготочки. Не только вот в марте, но и в апреле. Но ещё я, когда выхожу на улицу, и при этом я знаю, что мне придётся одевать эту маску, потому что у нас всё ещё маски на мордник, магазин там, или на остановку, маршрутку, автобус, то я губки смазываю вот этим бальзамчиком самопальным. Ты, зритель, если хочешь такой бальзамчик, можешь заказать по 100% предоплате. Ссылочка в инфобоксе. А если хочешь сэкономить, то можешь просто зайти по ссылочку в инфобоксе, прочитать там инструкцию по применению и сам освоять. И будете счастьем. У меня тут кайлас жеван переходит на апрель. Его тут где-то одна треть. Я его то юзала, то не юзала. А потом, когда проделили стекла, что алоэ и вера тоже мелкие ранки хорошо заживляют, и как-то это бюджетнее, экономичнее будет, чем раз в месяц покупать вот такую штучку, то чаще пользовалась алоэ и вера. Но иногда и вот им. Универсальная такая штука практически от всего. Ее даже можно внутрь, когда ты болеешь, ну там кашель. Но я внутрь ее еще не пробовала. Если тебе интересно, зритель, на канале есть плейлист Моя Индия, Моя Индия, Май Индия. Там два ролика. Вот один ролик как раз про этот кайлас жеван. Так. У меня тут. Ну вообще тут вот столько осталось. Он когда-нибудь все-таки закончится. Я его кверх ногами держу стабильно, потому что вот он стоит, вот чтобы так открыл, из него вылилось все. На самом деле это Эйванг и масло кокосово восстановление лосьон для тела, для сухой и очень сухой кожи. Изначально 400 мл. Это подарок тоже от подписчицы Лелечки. На все время мне очень много дарило лосьончиков для тела, но я вот такая растяпа, я забываю стабильно этими лосьончиками для тела пользоваться. У меня этих лосьончиков очень много стоит в запасиках. И в общем я им иногда как крем для рук использовала, иногда как крем для ног, иногда как лосьончик для тела, иногда как просто увлажнить фейс. Он слегка просроченный, но у него аромат, ничего, вот консистенция не изменилась. Вот гринмамовский крем еще там несколько недель до конца срока годности оставалось, а крем для ног, а вот он уже взял и откинулся. А вот и вон живет. Короче, вот. Вот у меня лосьончик до тела переходит на апрель. Возможно, будет в пустых баночках вместе с кремиком. Так, у меня тут умывалочка. Самый прикол, что я иногда и умывала, если так можно сказать, руки. Ну, как бы это, они такие слегка шершавенькие, и так вот на руки нанесешь капельочку, вспенешь ее, она такую пену хорошую дает. Смоешь ее, и руки такие мягкие, шелковистые практически. Это от подписчицы Светы, кажется, из Москвы. Это у нас от Too Cool for School с яйцами какой-то требухой. Вот. Я думала, она закончится, потому что, в принципе, я ее и юзала на лицо, и юзала иногда на руки, но она пока что-то еще не закончилась. В общем, она будет у нас в уходе на апрель. Такс. Зубная паста, китайская. Ну, где-то еще тут три пятых осталось. Экономичная, хорошая зубная паста. Когда она закончится, я хочу какую-нибудь русскую обычную купить. Чисто посмотреть, вот на контрасте, насколько обычной там русской на 100 грамм хватит в сравнении вот с этой. Зубы свежие от нее не растут, хотя, слушайте, не знаю, у меня там молочные, они у меня такие странные. Я иногда что-то такое языком нащупываю. Ну, не знаю. Растут от нее зубы, не растут. Ну, если у вас такая же фигня, как у меня, большая часть зубов молочные, допустим, у меня их 27, из них три четверти, наверное, или две трети, это молочные, а остальные постоянные, то есть шанс, что какой-нибудь молочный выпадет, а на его месте вырастет постоянный. Короче, хорошая зубная паста, экономичная, китайская. На Вэйдберис, кажется, покупала. Я вроде ей оду отдельную не снимала, но я ее фоткала в телевшку когда-то там. Такс. У меня новенький гелик для душика. Тоже от подписчицы Ледочки. Эйван Сенсос восстановление и расслабление, релакс-терапия с ароматом эвкалипта и камфор и гель для душа. С натуральным экстрактом. Такой вот красивенький, красненький, темно-красненький, на вишенку даже. На вишневый сок смахивает. Вот он у меня идет в уход на апрель. Возможно, будет потом в пустых баночках. Я так подумываю, если у меня будет что-то еще в пустых баночках, то, возможно, действительно будут пустые баночки мартир и апрель. Вот. Такс. Чего у меня тут еще? У меня тут луна, тура все еще никак не закончится. Срок у нее до марта, но я вот сегодня и умывалась, и я поняла, что мне как-то от нее ни холодно, ни жарко. Еще сегодня как бы уже почти конец марта, и она как-то ну, нормально. Это у нас, что скажу, энзимная пенопорошок для умывания, пенная маска. она очень экономичная, она очень экономичная, вот до сюда, сюда сейчас, вот до сюда, прямо тут, на почти две фаланги этого пальца. Это подарок подписчицы Светы из Москвы, которая вот ту фиолетовую хренатень с яйцами корейскую подарила. Очень хорошая, суперская такая пенка. вот она в апреле тоже будет юзаться. Так, у меня там мыло от Лелечки, оно огромное, оно не размылилось, ну, в смысле, не раздрязло, забыла, как это, оно местами чуть-чуть потрескалось, а в основе держит форму. Но, чтобы его сюда не тащить, я вот просто вот эту бумажку тут нашла. Мыло медовое, питательное, мыло с липовым цветом, очищает, успокаивает чувствительную кожу. Хорошо, кстати, пенится вообще. Это завод братьев Крестовников в 1855 год обоснования, и там только сейчас дошло, что вот оно с липой, там реально вот какие-то такие вкрапления. Очень легкий скрабирующий эффект дает, можно сказать. оно такое огромное, там то ли 180 грамм, то ли 160. Мне сестры подарили на 8 марта мыльце, и я думала, что я это оставлю там на какой-нибудь прозапас, а то открою, а потом подумала, что геморрится, пусть это домыливается. В общем, тут где-то написано сколько грамм, но я что-то не нахожу. Очищает, успокаивает чувствительную кожу. Ну, а сколько те грамм-то? Да, это, кстати, Nefis Cosmetics. Мне вообще нравится мыло от Nefis Cosmetics. Сколько в нем грамм, неизвестно, но оно очень большое. Мне что-то такое ощущение, что мне его хватит еще месяца на 3, если не на 4. Вот эта вот бумажечка обозначает то, что это мыло еще живо. И как бы ты думаешь, зритель, а шампунь, шампунь, чем ты, ляльник, больше волови мыть? У меня на тот момент была, в общем, на этот месяц была мыльная основа чистотел. Но что-то у меня волосы от нее устали, и раньше, если поможешь голову, то сначала надо было два раза помылить, чтобы волосы к нему привыкли. Даже какое-то время надо было с каким-нибудь там бальзамчиком пользоваться, потом чем-то таким ополаскивать. Потом как бы просто мылила два раза, но хватало сначала этих пышных волос на два, на два с половиной дня, потом что-то вот конкретно только наденье. Я поняла, что волосы от него устали, и приобрела себе мыльную основу, которую уже пару раз заюзала. Ну, в смысле, это тут у нас сколько? 700 где-то миллилитров, ну, может, чуть меньше, чем 700 миллилитров. Это мыльная основа для классического шампуня от выдумщиков. Два года срок годности целый килограмм. По запаху и вообще так вот по виду она напоминает необычную мыльную основу вот для кускового мыла от выдумщиков, вот прозрачную, такая же. Она гелеобразная, очень густая. Я на ней делала маленькую прудную партию шампуня на тваре из зверобоя, где-то так один к пяти, и загущала соль. Она вроде как сначала загустилась, а потом, видимо, я этой соли переборщила. Ну, короче, эксперимент такой делал, оно как бы было жиденькое. Я нормально так помылилась, ну, душик принялась с ним, голову помыла, всё хорошо, на двое суток хватало этой пышности. А потом я вчера буквально сделала, ну, думаю, один к одному тогда сделаю, но я делала уже настой на лаванде, причём лаванды так очень много зафигачила в этот заварочный чайник, оно прям пахло этой лавандой, ароматизировала эфирным маслом апельсинов, там буквально 3-4 капли, использовала флакончик из-под пены для для ванн от Эйвен, от лёлечки там какую-то, и где-то вот у меня, ну, до сюда его было, один к одному. Но он такой жидкий вышел, и тут написано, что вот от разных настоев, отваров и так далее, оно может как бы менять консистенцию, типа того, что делаете чуть-чуть, чтобы посмотреть, как оно вышло. В общем, оно у меня очень жидко вышло, но я налила, во-первых, не рассчитала, у меня целая, в общем, целая такая штучка вышла, вылилась мимо меня на ладони, она была сразу на голову. Ну, даже вот, несмотря на то, что он очень жидкий вышел, практически как водичка, очень хорошо пенится, очень хорошо волосы, прям бывает с первого раза, буквально никаких там пополаскивателей не надо. В общем, буду экспериментировать дальше с небольшими количествами, чтобы найти нужную консистенцию и пропорции. И вот это у меня будет как бы основа для шампуня, на шампунь на апрель. Такая штука. Так, вроде я ничего не забыла. Дезик у меня восковой, я его не всегда показываю. Если что забыла, просто дайте знать в комменты, чтобы я в следующий раз уже на следующий обзор включила то, что забыла, возможно, забыла в этот раз. Всем спасибо за просмотр. И следующий ролик будет мой парфюм на апрель. Пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста! Субтитры сделал DimaTorzok